Звездная семья Галкин-Пугачева с детьми с конца февраля прибывает в Израиле под предлогом отпуска, каникул и лечения. И если Максим Галкин регулярно выходит на связь в своем телеграм-канале к своим подписчикам, вещая о своем отношении к происходящему в мире или о своих творческих планах, то Алла Пугачева предпочитает отмалчиваться и заниматься своими делами и семьей. Лишь однажды в марте она вышла на связь, разместив ролик одного из священнослужителей, который заявил, что очень рад бегству Пугачевой. Певица заявила, что он не дождется того, что она уедет навсегда. Более того, она объяснила, что отправилась с детьми в отпуск, так как у них каникулы. Вчера журналисты подловили артистку во время вечерней прогулки с Максимом Галкиным по Израилю. Журналист задал конкретные вопросы, а Пугачева не стала отнекиваться от общения и конкретно ответила на вопросы. Планируете ли вы возвращаться в Россию в ближайшее время? А как же? Обязательно. Каникулы-то заканчиваются. То есть примерно осенью вы планируете возвращаться? Ну конечно, 1 сентября дети должны идти в школу, сейчас они онлайн учатся, с улыбкой ответила артистка. При этом Галкин только мило улыбался, предоставив общение своей супруге. Алла Борисовна слов на ветер не бросает, а значит назло всем своим уничижителям вернется с семьей домой в Россию, как бы ни хотелось некоторым представителям народа. Хотя по Пугачевой вопросов и никогда не было, она ни разу не высказалась на щекотливые политические темы, в отличие от своего мужа, шоумена Максима Галкина, который активно покоряет Израиль, ведь скоро у юмориста будет несколько концертов по этой стране, и все билеты уже раскуплены. К слову, Алла Борисовна выглядит великолепно и свежо. Видимо, вместе с поправкой здоровья она провела и ряд косметических процедур. Каким же будет возвращение звездной щиты? Вернут ли Максиму Галкину место на Первом канале? Возобновят ли рекламодатели с ним контракты? Покажет время. А пока в России у шоумена работы нет. Пишите свое мнение и подписывайтесь на канал. Впереди много новых новостей. Субтитры создавал DimaTorzok